Итак, понятно немножко с исходом, но нас будет интересовать все-таки тема греха, смерти, нечистоты и рабства. Соответственно, что мы помним из темы смерти? Последствия греха – это смерть. Что мы помним из этой темы смерти? Хорошо, стандартное христианское понимание, отлично. Дальше. Ну, отделение. Дальше еще что? Какие идеи? Смерть физическая и духовная. Вы мне можете показать, где в Писании употребляется понятие смерть духовная? Зачем же мне объяснять то, чего в Библии нет? Выделить мне надо. Ну, дело в том, что понятие смерть, оно, в общем-то, сродни понятию любовь. Понятно, что я сказал? Нет. Не очень, хорошо. Сейчас проэкспериментируем, насколько будет все понятно. Скажите мне, пожалуйста, вы можете мне описать понятие любовь? Чего? Вот этого молодого человека. Нет. Вот этого молодого человека, еще раз, если он что-то будет говорить, мы будем… Он включает камеру и уходит. Любовь – жертвенность. Ага. К шоколаду. Как вы относитесь? Вы любите шоколад? Кушать. Кушать, да. Именно вот так. Вкушать, я бы сказал. И как вы жертвуете, жертвенная любовь у вас к шоколаду? Как это? Подождите, вы же сказали, любовь… Вот надо слушать подсказки. Любовь к чему? Любовь к родине, к шоколаду, к животным, к маме, к папе, к детям, к работе. Вы понимаете, что вы будете давать абсолютно различные описания. И они будут очень разные. Вы любите шоколад? Чего вы его кусаете? Если вы любите маму, вы ее будете кусать? Нет. Нет, чего? А чего вы не будете кусать маму? Вы же ее, что? А чего же вы кусаете шоколад? Когда вы его любите? У вас по-другому любовь выражается, я понял. Понятно, о чем я говорю? То есть нельзя описать, не сказав, прилагается к чему это слово. То есть о чем идет речь. Мы можем понять только из контекста. Если мы вырываем слово «любовь», мы подразумеваем что-то. Но наши предположения могут оказаться далеки от того, о чем идет речь, если мы узнаем о контексте. То есть я могу вам сказать, я сейчас буду с вами говорить о любви. Вы можете доказать, ну предположить, о чем идет речь. Можете, но я могу говорить совсем о другом. Хотя я буду говорить с вами о любви. Точно так же и о смерти. Когда идет речь, можно понять, о чем идет речь из контекста. Писание говорит о мертвых людях. Как вы представляете себе смерть? Ну нормально, гроб, покойник, цветы, могила, ну как-то так, да? И Писание поэтому говорит, а вас, мертвых по грехам и преступлениям вашим, извините, он говорит о людях, которые когда-то ходили по улице. Они что делали? Ходили. А где же гроб, покойник, могила, венки? Но Писание говорит о мертвецах. А вас, мертвых по грехам и преступлениям вашим, Бог что сделал? Оживил. Понятно? Ну понятно, о чем, Леонид Ильич? То есть, как бы, речь идет о смерти, но по отношению к живым. Писание, да? То есть, ну и тогда вводится некое техническое понятие, говорящее о духовной смерти. Понятно, откуда берется техническое понятие. Отлично. Далее, когда мы будем рассуждать на тему смерти, а нас будет интересовать аспект смерти в плане греха, то тогда не будет идти речь о смерти, как о переходе. Еще одно понятие смерти. Переход в другое состояние. В общем-то, большинство религий рассматривает смерть тела, ну, о котором мы говорим, гроб, могила, покойник, венки, как некий переход из одного состояния в другое. То есть, это не финиш. Идея финиша появляется в какой религии? В теистическое религии. Атеизм. Атеизм. Все правильно. Атеизм появляется, идея смерти, как конца. Поскольку отрицается наличие духовности или духа, все переводится в разряд материи, то есть, со смертью материи наступает финиш, конец. Вот отсюда идея конца. Во все остальные религии, в общем-то, говорят, что есть сценарий продолжения. В различных религиях этот сценарий, извините меня, различный. Да? И здесь бы разобраться, какой сценарий правильный. И почему наш сценарий правильный, а всех остальных сценарий неправильный. И есть часть, отличающая верование иудеев, а следовательно, потом и христиан, потому что они стали правоприемниками библейского иудаизма. И идея, которая была у иудеев, соответственно, стала наследием всех христиан. Которая не присутствует больше ни в одной религии мира. Что за идея? Воскресенье. Спасибо. Абсолютно точно. Идея воскресенья. Понятно, нет? Вообще, снохшибательная идея. Больше никому эта идея не дана была. Никто не мыслил в продолжение в виде воскресенья. Откуда мы знаем, что идея воскресенья была присуща иудеям? Ну, давайте. Ну, Брид Кадаша есть об этом, когда они вспоминают Олона Абрамова. Не идея воскресенья. Идея сценария загробной жизни. Хорошо, а до этого? Одни верили так, другие верили иначе. А до этого еще были идеи такие? Лазарь. Кто помнит историю про Лазарь? Да, конечно, Новый Завет. Новый Завет, я же не возражаю. Нет, Новый Завет. Новый Завет говорит, когда Марфа выходит на встречу, и что? Он говорит, воскресенье. Знаю. Говорит, о чем речь? Конечно, знаю. Воскресенье. Когда? В последний день. Говорит, я тебе хочу сказать больше немножко. То, чего ты еще не знаешь. Я есть в воскресенье жизни. Да? То есть, идея воскресенья, она есть вудызме. Ну, да, абсолютно верно. Павел был сторонником идеи воскресенья. И далее, в общем-то, Павел отстаивает эту идею в своих посланиях. И он говорит о важности идеи воскресенья. Говорит, если воскресенья нет, то наша вера тщетна, пустая. Говорит, ребята, воскресенье является центром нашей веры. Ну, придумайте еще хотя бы одну религию, где речь шла бы о воскресенье. Идея воскресенья невероятна по своей сути, потому что воскресенье – то, что склело. Еще раз. То, что склело. В некоторых случаях то, что сгорело, а в некоторых случаях то, что сгорело, еще и развеяли. Бог говорит, это я все воскрешу, не переживайте. Все воскреснули. И еще раз. Все. Не только хорошие. Плохие тоже воскреснут. Только одни воскреснут воскресенье жизни, а другие воскресенье – осуждение, смерть. Понятно, о чем идет речь? Идея воскресенья – это очень, очень, очень непростая идея, с одной стороны. С другой стороны, идея невероятная, фантастическая, которой ни у кого нету, кроме нас. Иудеи на сегодняшний день тоже не говорят о воскресенье. Значит, что нас будет интересовать? Если мы говорим о последствиях греха в виде смерти, ну, которую мы можем изобразить вот так вот, для ясности, то спасение будет выражено в понятиях настоящего, прошлого или будущего. Если смерть – это событие, происходящее в будущем, то и спасение становится неким событием, происходящим в будущем. А Писание на что говорит? Сегодня день спасения. Сегодня это что? Настоящее. Понятно, о чем идет речь? Хитрость, понятно? Если о смерти мы думаем в категории будущего, то и спасение передвигается в категорию будущего. Если мы о смерти думаем как о настоящем, то категория спасения перемещается еще раз, где проблема, там и будет решение. Если проблема внешняя, то решение будет внешнее. Если проблема внутри вас, то решение где будет находиться? Внутри. Значит, надо определиться, проблема в будущем или в настоящем. Если проблема существует в будущем, то решать вы ее будете когда? В будущем. А если проблема находится в настоящем, то концентрация усилий происходит в настоящем. И Писание ему говорит, ребята, сегодня день спасения. А мы его переместили куда? Не, сегодня. Представление о смерти, как о проблеме в будущем, приводит нас к решению проблемы в будущем. А Христос говорит, да, кстати, хотел вас предупредить. Верующий в меня смерть, что? Не увидит. Не увидит. Говорит, вы просто с ней не встретитесь. Ну, очевидно, если мы преломляем понятие смерть вот к этому, то мы в курсе о том, что апостолов закопали в землю? То есть, ну что, Иисус сказал неправду? Понятно, о чем я говорю? То есть, если мы преломляем понятие смерти только к этому моменту, тогда все перестает правильно осознаваться. Если мы понимаем, что понятие смерти, оно нечто другое, отличное от состояния перехода, и это лишь переход из одного состояния в другое, то верующий не увидит смерти вовек. И с ней просто не встретится. Потому что он перешел из смерти в жизнь. И перешел из смерти в жизнь он не вот здесь, а вот здесь. Настоящий? Вы уже в прошлом перешли от смерти в жизнь и живете уже в вечности. Понятно, о чем у него речь? Если ваше устремление спасения в будущее, то и привязка будет к этой смерти, а не к смерти настоящей. Что-то понятно, нет? Нет, окей, не совсем. Ну, нужно понимать, что идея не совсем простая. В тех понятиях, к которым мы привыкли, она не стыкуется. Понятно, да? То есть здесь нет никакой проблемы в плане непонимания из-за того, что вы не способны. У вас понятия просто о смерти, представления, несколько другие, отличающиеся от библейских. Мы должны вернуться опять к тому месту, о котором мы разбирали. Вторая глава книги Бытия, 17 стих. Бытие 2, 17. И мы должны вернуться к понятию наказание за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Не просто жизнь, а жизнь вечная. И мы должны иметь представление о том, что же там сказал нам Господь. А в деле его познания доброе знание есть от него. И вот день, который деспублик сошит его смерть. Да, можем умереть, кстати, чем-то другим? Это шутка переводчиков. Ну, не совсем корректно перевели. Там стоят два разных слова. Там стоят два разных слова. Одно слово – мод, другое – тамуд. Мод – тамуд. Там стоят слова, обозначающие два различных понятия – смерть и смертность. Причем логика в данном случае опять нарушена. Обычная наша логика, она опять нарушена. У нас принято простое понимание. Сначала смертность, а потом смерть. Как результат смертности. Ну, логично? Так вот здесь сказано сначала, извините меня, смерть, а потом смертность. Перепутал, не знаю, что ли? Ну да, Бог перепутал. У него все хорошо, он ничего не путает. Он все правильно сказал. Нет, там все хорошо, там с текстом плохо тогда. Мод – это смертность. Тамуд – смертность. Мод – тамуд. Итак, не, наоборот. Смерть и смертность. Мод – тамуд. Смерть и смертность. Итак, сначала человек умирает, а затем наступает смертность. Итак, Адам был сотворен смертным или бессмертным? Бессмертным. Откуда знаете? Если ему сказали, что смерть будет, а что он не знал? Значит, до этого у него не было смерти. Или смертность? Еще раз. Он был не знающим смерти, потому что Бог говорит ему, что смертность придет и смерть придет. Значит, до этого в его природе этого не было. Кстати, нужно понимать, что с Адамом были некоторые сложности, выражены в следующем. Он сразу родился большим. Он сразу большой был. Его сотворили сразу большим. Бог сотворил Адама, родил Адама или сотворил Адама сразу взрослым. Он не имел того процесса взросления, которые были известны всем его потомкам, которые рождались и потом вырастали. Ваш процесс познания, судя по всему, радикально отличается от процесса познания Адама. Откуда вы знаете, что такое горячо? Попробовали, да? Откуда вы знаете, что такое смерть? Видели. То есть вам показывали, вот это? Ну, вот так она выглядит. Ну, смерть. Знаете, как выглядит смерть, да? Да не. Такая дама с косой. Знаете, а для мух она приходит в семейных трусах и с газетой. За людьми дама с косой, а для мух в семейных трусах и с газетой смерть приходит. То есть для разных она по-разному выглядит. Понятно, да? Итак, Адаму что-то говорится, чего он точно не видел. Еще раз? Никто из людей не умирал. Никто из людей, извините меня, судя по тексту, не умирал. Ну, их было всего лишь... Бог ему говорит, слушай, я хочу тебя познакомить с некоторыми понятними. Или Бог ему говорит, послушай, вот это придет в твою жизнь. И он не переспрашивает его, что это такое. Он понимает, о чем идет речь. Понятно, да? То есть он понимает, о чем идет речь. И Бог устанавливает некий закон. Помним определение закона? Определение закона помним? Закон. Это законодатель. Закон. Воля Творца, ограничивающая волю творения. Воля Творца, ограничивающая волю творения. В общем-то, определяющая определенное наказание в случае... То есть присутствуют еще некоторые следствия. Здесь это присутствует все. Есть воля Творца. Ограничивает она волю Адама. Последствия даны. Даже если это не оформлено специальным образом, смотри внимательно. Я тебя предупреждаю, это закон для тебя. Три предупреждаем. Он такой-то. Он просто говорит, получите, распишитесь. В общем-то, получил и расписался. Итак, знаете, кстати, из-за чего все неприятности были у Хавы? С точки зрения иудеизма она добавила нечто к закону. Нет, не касается. Бог говорил, не кушай. Она говорит, не прокасайся. С точки зрения иудаизма, в общем-то, вот это вот добавление привело к проблемам. Понятно, да? Хороший комментарий. Мне лично он очень нравится. Им надо вполне осознать этот комментарий, особенно, когда они вызывают свои постановления. то есть, им самим надо хорошо понять, что вот такое поведение приводит к некоторым проблемам. Правило на правило, закон на закон, постановление на постановление. Ограда вокруг закона это уже проблема. Ну да, это их комментарии, их, собственно говоря, за язык никто не тянул, сами такое придумали. Понятно, да? То есть, они имеют закон, ограничивающий их действия и объявлены последствия. Причем, последствия в непонятной последовательности. Сначала смерть, затем смертность. И мы видим, что природа Адама, которая была изначально бессмертна, она изменяется, потому что смертность приходит в нее. Понятно, да? Адам был сотворен таким, это очень сложно понять, кстати, что не мог жить вечно, хотя он был бессмертным. Он был бессмертным, но не мог жить вечно. Я понял, но он ему сказал, когда он что сделал? Он нарушил. Да, а я говорю до того, как он нарушил. Да, там было дерево. Идея вечности, это идея независимости. Адам был сотворен изначально зависимым от источника жизни. Господь лошадь оставил, чтобы не съел и не жить вечно. Он был зависим и всегда был зависим от источника жизни. Идея независимости творения от творца это идея бога ненавистников, бога противников, идея бунта и непокорности. творение зависит от своего творца. Очень хорошая идея есть у Клайва Льюиса в одном из его произведений, когда он говорит, что все люди в конце своей жизни на земле услышат после смерти одну и ту же фразу. одна и та же ты мой все все и одно и то же ты мой только звучать оно будет от разных владельцев. Кто-то предъявит на тебя свои права. Кто-то скажет, что ты его собственность. Ну, идея искупления, понятно. Идея покупки. Мы куплены, а значит мы не принадлежим себе. Мы куплены, а значит у нас был прежде другой хозяин. если мы не искуплены, то мы имеем другого хозяина. Если мы не искуплены, то он имеет на нас права, которые, поверьте, он предъявит. Он ничего не забудет. Тот парень ничего не забудет. Он предъявит свои права на собственность, которая принадлежит ему. И он говорит, послушайте, давайте люди, люди, тешьте себя идеей независимости. Вы сами вольны распоряжаться своей судьбой, вольны делать это или то. Тешьте. Но потом придет тот, кто скажет, да, кстати, вы заблуждались. Хорошая идея независимости закончилась. Ты мой. И люди, которые пришли ко Христу, они как-то забывают со временем, что они куплены, и куплены, в общем-то, дорогой ценой. За них заплачена цена, а значит, у них есть, извините, звучит очень неприлично, хозяин. Гос господин. И эта идея искупления неразрывно связана с идеей господства над нашей жизнью. Ешуа говорит очень просто, делающий грех есть господин. Идея очень проста. Он обращается к Каину и говорит, Каин, там что-то валяется перед твоими дверями. Говорит, кстати, ну ты что делай? А если ты не господствуешь над ним, то он будет господствовать над тобой. Как вам идея? Концепт понятен? И при этом Духа Святого не давал. Это отдельная тема. Итак, концепт понятен? Понятно, почему мы нуждаемся в искуплении? Потому что мы были мертвы по грехам и преступлениям нашим. То есть у нас появился вследствие наших поступков господин. Вследствие наших поступков мы пережили смерть и осквернение. Смерть и осквернение и господство определенного хозяина. Теперь, когда мы говорим об искуплении, то мы говорим о переходе от смерти в жизнь, от нечистоты к чистоте и от рабства к свободе. Отлично. Тема от рабства к свободе будет разобрана более подробно завтра. Вы будете разбирать два слова. Свобода Хофиш и свобода Дрор. Две свободы. Завтра! Завтра, мой друг! Завтра! Продолжение следует... Продолжение следует...